В Великих Луках на территории завода Микрон торжественно открыли 8-метровый памятник Сталину. На этом мероприятии присутствовали даже священники. Ну, если честно говорить, да, что пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают тоже в деле возрождения нашей Родины. Чувак справа повеселил. Интересно, откуда у него столько медалей? Не похож он совсем на ветерана. Можно было еще эту ленту георгиевскую закрутить по всей шее. Чего ж уж тут мелочиться? А вы заметили надпись на памятнике? Генералиссимус. Этот генералиссимус в гробу перевернулся от такого пафоса. А вместе с ним в гробу, вероятно, перевернулся и некогда ущемляемый советским режимом писатель и режиссер Василий Шукшин. Дочурка-то его, та, что Мария Шукшина, заявилась на этот шабаш сталинистов и даже назвала Виссарионовича богоданным вождем. И Маша не забыла, что именно при Сталине расстреляли ее деда, отца Василия Шукшина. Но Маша сказала, что не может ненавидеть этого человека. Моего дедушку расстреляли в 1933 году. И семьи некоторых, кто выступал на открытии памятника, тоже пострадали, я знаю. Понять непростой моральный выбор. Но за то, что расстреляли моего дедушку, я не могу ненавидеть человека, который сохранил страну и церковь. У меня небольшой выбор. За дедушку, которого расстреляли, мочить Сталина и отрицать его роль в победе в Великой Отечественной войне, как это делают либералы. Кажется, лозунг «За дедов пора в России отменять». Возвращать надо за родину, за Сталина. Интересно, как на это отреагирует Путин? А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить. Субтитры создавал DimaTorzok